Приветствую, друзья, на библейском портале Экзегет. Ответы на ваши вопросы. Насколько можно доверять видениям людей, которые пережили клиническую смерть? Видение – это область мистическая. С ней легкомысленные доверия неуместны, не проходят, могут быть очень вредны. Есть ли признаки православной мистики, тех сверхъестественных явлений, опыта загробной жизни, богообщения, которые относятся уже к высшим степеням богопознания? Есть, конечно же, степень доверия, но каковы ее признаки? Это соответствие положениям, определениям православной догматики. Там, где этот опыт загробного пребывания, богообщения, ведения духов, каких-то знамений сверхъестественных, ясно и просто вписывается в систему наших православных вероучительных понятий, соответствует и учению нашему о Пресвятой Троице, и о Господе Иисусе Христе, совершенном Боге, совершенном человеке, в единой личности, спасающем нас. И соответствует нашим православным понятиям о церкви, о ее миссии. Там доверия подобным откровениям при жизни или на границе смерти, пережитые человеком, вполне имеют право вызывать наше доверие и быть намотанными на наш собственный уз для пользы дела, когда являются свидетели, подтверждающие православное вероучение и те истины, которые открыты нам самим Богом и сформулированы, определены соборами, сиренскими соборами святых отцов, как непогрешимые определения подлинной духовной правды, истины, которая имеет место. Там же, где впечатления человека, как бы они ни были, ярки, убедительны для него самого, там, где они представлены в каком-то разнообразном явлении, видении каких-то небожителей, которые вовсе не вписываются в наше православное учение, не соответствуют божественному откровению, сформулированному в формальном нашем предании православном, там нет оснований ни для какого доверия, как бы ни яркими, как бы ни казались подлинными самому человеку, его путешествия душой вне материального мира, вне собственного тела, какие бы значительные фразы не произносились какими-то таинственными существами, привидевшимися ему в той другой реальности, там смело и ясно можно, не вступая, быть может, в пререкание с носителем этого своего субъективного опыта, его решительно и точно ощущать, как смущение, искушение, привидение, вражеское наваждение, которое только дезориентирует душу в этом умном пространстве невидимого мира и на душе в результате запечатлевает ложь. Эта ложь имеет силу повреждения души и повреждения тех душ, которые оказываются доверчивыми потребителями этой недоброкачественной информации. Потому не должно доверять каким-то сборником посмертных вещаний людей разнообразных, людей душевно несориентированных, людей, которые свою субъективную, пережитую какую-то иную реальность представляют и для себя самих, и для своих слушателей или читателей несомненной духовной реальностью, там, где нет места духовному рассуждению, различию духов, там, где нет места знанию православного вероучения, там непременно большая угроза оказаться вовлеченными во всякие ложные видения, ложные сведения о загробном мире и о духовной реальности, а это несет за собой иногда столь тяжкие последствия для человека, что вот ему уже и не понадобится церковь, вот ему уже и не понадобится православный, Богом установленный путь спасения, у него уже подчинение другим своим мнимым реальностям, захватившим его во время этих видений, и это уже именуется и прелестью, и, в общем, еще при жизни совершенной духовной погибелью, потому надлежит быть бдительным и всякие подобные опыты, свои или чужие, всегда представлять для отношения правильного к ним на рассуждение тех, кто к тому пригоден. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok